всем привет вот такая мохнатая красотка распустилась у меня сегодня такой небольшой обзор цветущих и покажу наверно пересадку как я пересаживала анцепс мой вообще я пересаживала все но покажу только одну в общем это расцвела опять моя мохнатая свинка илья губы пик и это гибрид с дигбианой она мне сейчас тоже уже отцвела и котлея моском бы разрослась конечно с прошлого года она конечно разрослась так уже в две стороны нужно будет ее конечно тоже пересаживать но к сожалению только один цветонос пока что распустился тут вот еще один есть еще один чехол и здесь вот я заметила еще где здесь вот еще один чехол растит она цветы конечно у нее намного крупнее чем у дигбианы огромный такой размах и такая розовая полосочка красотка намного она выше чем дигбиана но тоже любит примерное содержание яркое солнышко да ну вот корни как видите вот новый ростик нарастила корни еще нету точно также дигбиана давно она уже цветет тоже никак не могла собраться снять я все начала зацепилась одну орхидея пересаживать и поняла что мне нужно пересаживать все вот такие необычные цветочки я честно говоря думала что джевы лоркицеви си совсем не интересные цветы ну как оказалось у меня это макоды сандериана я ее честно говоря покупала по ну вот хотелось мне такие вот красивые необычные листики подросла она у меня конечно так ну и макоды сандериана и вот она где произрастает но я честно говоря очень удивилась цветам потому что видела как обыкновенный джевы лоркицы цветут и они конечно не такие интересные мне кстати очень даже понравились эти такие необычные классные и такой довольно таки цветоносик высоки мне кажется кстати даже есть такой небольшой запах не знаю может быть что-то другое пахнет ну понюхала вроде бы она пахнет это там просто чея энциклия продолжает цветение ну и тут моя молнин гоури тоже на доза на пурпурату ну вот как я сказала что конечно когда большая коллекция с одной стороны конечно это хорошо с другой стороны не очень уход не успеваешь всегда за всеми следить и вот что я еще нашла что я честно говоря радовалась вот у меня 3 теперь гринхауса но как я поняла что у меня их очень много когда я начала пересаживать орхидеи я поняла что я больше не хочу покупать пока что ничего это вот нужно пересадить не знаю тоже я обработала все потому что конечно немножечко в таком состоянии мне не нравится я люблю когда орхидеи ухожены это продолжает цвести еще сохранить из маленький цветочек один остался кстати для сравнения сейчас что-то еще покажу ну вот я думаю уже представляют наверное многие сохранитесь ну вот он уже полностью раскрылся такой чебурашка и вот на заднем плане видите первый раз для меня расцвел вот такой вот мимимишный цветочек это сохранить из серного вариация ли ты рано и бразилия боливия парагуа и растет она от силы был на уровне моря цветочка в соцветии бывает от четырех до десяти ну вот она первый раз расцвела и 4 цветочка выдала мне нравится ее такая серединка классно она как-то от темного переходит более светлому язычок почти желтенький такой даже желтоватый эти конечно сиреневые крылышки классный хорошо она пошла у меня и наверное и полгода назад купила и вот так вот она выдала этот новый ростик и зацвела такие плотные у нее видно вот так вот видно да наверно очень такие плотные толстенькие листики классные в общем здорово конечно если бы так вот она тоже цвела с каждого ростика как и этот было бы очень замечательно на заднем плане форби девай до сих пор цветет классный конечно очень легкий очень легкая котлея дендробиум ну а так больше ничего в общем это целлогина тоже очередной такой бутончик в общем такой небольшой обзор хочется сказать обзор обзор моих орхидей хочется сказать обзирание потому что сейчас конечно происходит не знаю как то даже выразиться в интернете конечно сейчас дурдом но я как ни странно только обзираю мои орхидеи и все поэтому нравится не нравится ну вот так вот это кстати классная конечно люблю я ее но она уже конечно очень и очень высокая выросла попили он анда конечно она бедная такая страдали цену уже цветет часто и запаху не очень классный это остался последний цветочек ну в общем ладно больше ничего такого не цветет посмотрим что с нашим концептам да кстати нашла еще вот еще тут висит такая скромняга продолжает цвести красотка красотка очень красиво не конечно цвет необычный для ванн указываю уже ее неоднократно little flame маленькое пламя вот она реально такая огненная так но это красивый конечно фаленопсис расцвел 12 сантиметров цветы огромные конечно они очень огромные красивые тут еще один дробиум начинают распускаться этот ну в общем фаленопсисы да у меня кстати на улице живут вот у нас опускается температура до 6 и потихоньку да да ну вот вот так вот вот в таких условиях у меня растут да наверное мне кажется что все равно постепенно постепенно орхидеи привыкают к вашим условиям ну в общем сегодня вот вот это я хотел показать чудо это цветы лаэлианцепс они просто вот так вот засыхают как гербарий и остаются в общем вот так вот кто не знает да ну а кустик разросся это я приготовила уже новый горшочек вот так вот примерно выглядит вся эта конструкция нужно конечно пересаживать и вот я купила вот такой вот горшочек ну вот я достала ее она в основном росла серомите серомит перлит перлит я ее и не пересаживала так как мне ее отдали пару лет назад так и и не пересаживала но я сейчас по-другому сажаю все вот так вот я на дно кладу бог конечно никого не призываю ни к чему просто показываю никогда ни к чему никого не призывала и и не собираюсь так ну либо такая вот кора я покупаю но у меня в воде стояла потому что очень очень сухая номер четыре киви орки бак и все в общем вот так вот я их высаживаю сейчас немножечко коры потом поставлю ее и засыплю корни у нее кстати не очень длинный не знаю связи с чем это или у них реально не не очень длинные корни или потому что она была посажена на дне были камни я уже неоднократно говорила что мне камни вообще не подходят когда корни просто касаются до камней они пропадают вот так вот кончики у меня пропадают потому что очень холодно зимой температура у нас сейчас опускается до 6 градусов было уже 6 градусов очень холодно поэтому да мне не подходит ну вот я наверное сейчас сверху присыплю еще немножечко старого грунта чтобы что-нибудь осталось от старого грунта как говорится микрофлора какая-то попадала ну и все на этом все там вот такой гербарий стоит я конечно в шоке что они такие сухие я как-то не замечала никогда ну вот они сухие сухие цветы интересно конечно каждая по-своему орхидея ну вот я принесла в мой гринхаус огромное конечно она уже получилось ну что поделаешь когда хочется пышного цветения то делить не хочется ну и вот как я говорила уже понемножечку навожу порядок пересаживаю все как-то вот так вот в общем я поняла что у меня очень очень много орхидеи которые просто я даже забыла о их существовании честно и я понимаю что мне ну пока что не нужно больше ничего очень много котлей которые без названия еще не знаю как они у меня будут свести поэтому пока что вот так вот ну и анцепс конечно это вторая по величине первое это конечно моя пурпурата которую я не знаю сколько горшок в общем я ее пересадила после ее цветения в том году и вот так вот я ее ну пересадила наверное это громко сказано да в общем такой подон я сделала ей и огромный потому что это самый большой горшок я просто верхушку обрезала ну и вот как вы видите она конечно растет и растет я просто ее с горшком сюда впихнула немножечко присыпала мха и ну и вроде бы ничего растет поэтому навожу понемножку порядок тут вот что должно цвести там уже что цвело в общем вот так вот выглядят мои орхидейки и кстати вот заодно покажу это моя файл блю которая красиво очень цвела и вот я ее по этой же системе посадила ну и вот ей понравилось и цветение было очень хорошие корешки уже проросли этот мох в общем мне кажется что в моих условиях это это должно понравиться котлеям орхидеям потому что конечно когда жарко хоть немножечко влага какая-то испарение ну в общем прогулка вот такая вот это я пересаживать не буду если кто-то спросит это когда-то мне давали очень маленьким кусочком в подарок вот такое название ни разу не цвела и вот в общем вот такая вот она у меня наросла огроменная загорелая цветы кстати попробую мне вряд ли да наверно сейчас хочется выключать уже так ну вот пример цветения должно быть это как бы два родителя в общем не знаю что это получится но когда-то мне дали еще раз повторяюсь в подарок я что-то купила и мне прислали в подарок очень очень маленький сеянец ну и вот так вот он разросся ну вот показала в общем и красотку будем ждать теперь ее новых ростов пока что она наверное будет отдыхать и спать но она в принципе уже давно отдыхает и спит поэтому завтра у нас кстати ожидается 12 градусов утром поэтому думаю все с ней будет хорошо и со всеми остальными ну в общем всем желаю прекрасного настроения всем желаю добра и и конечно занимайтесь своим любимым делом то чем мы можем заниматься всем пока пока